Финансовые преступления, в том числе в области криптовалют, достигли огромных масштабов, сопоставимых с распространением эпидемии. Соответствующее предупреждение сделал председатель правления Британского управления по финансовому регулированию и надзору, К. Чарльз Ранделл. По словам Ранделла, особенное беспокойство вызывают схемы по обману индивидуальных инвесторов. Конкретные цифры он не привел, однако в отчете о преступности в Англии и Уэльсе за 2018-19 налоговый год говорится о 3,8 миллиона таких случаев. Это примерно одна треть от всех совершенных преступлений, 11,2 миллиона. Инвестиционное мошенничество, когда людей обманным путем лишают их сбережений, является одним из самых крупных видов финансовых преступлений по размерам причиняемого ущерба, сказал он ранее на этой неделе в ходе Кэмбриджа экономик крайм симпоузиум. В мае ФК сообщило, что за 2018 год количество скамов в области криптовалют и на Форекс-рынках скамов выросло в три раза, с 530 до 1834, а общая сумма потерь инвесторов, хотя и сократилась, составила внушительные. 27 миллионов, 34 миллиона долларов. В большей части мошеннических схем, 81%, при этом фигурировали криптовалюты. Чарльз Ранделл заявил, что стратегию регулятора по борьбе с финансовыми преступлениями можно разделить на три части мониторинг деятельности компаний, оповещение потребителей о рисках мошенничества и закрытия неавторизированных инвестиционных проектов. В прошлом году мы более 500 раз предупреждали потребителей Анни. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok